Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 марта, день Никифора. В этот день состоялось принесение честных мощей Никифора, патриарха Царьградского. За почитание святых икон был низвержен с престола своего царем и отослан на остров Прокинис. Здесь он 30 лет провел в заточении и поругании. Когда он приставился к Господу, то был погребен при храме святого мученика Феодора. Решено было перенести мощи. При вскрытии гробницы через 19 лет, после окончания Никифора, тело его было нетленно и благоухало. Талая вода просачивается в берлогу и начинает будить от земли спячки медведя. В народе было принято думать, что именно с этого дня начинают просыпаться медведи. И поговаривали, пока талая вода медведю бока не промочит, он из берлоги не выскочит. В народе было принято считать, что медведь это человек в зверином облике, обросший шерстью. По последнему льду на водоемах хорошо клюет плотва, окунь и яс. Приметы. На Никифора туман, значит лето будет ненастным. Медведь проснулся, началась настоящая весна. Из березы сегодня много суха течет к ненастному лету. В этот день вода обладает целебной силой и потому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни. Северный ветер сегодня подул и прогремел первый гром. Весна будет затяжной, а лето прохладным. Если же во время грозы дует теплый южный ветер, лето и весна будут теплыми. Искупаться сегодня в чистой воде к здоровью, поэтому купались в источнике или родниковой воде. Порезаться в этот день нежелательно, можно сильно испугаться. Сегодня принято с особым почтением относиться к растениям, рубить деревья противопоказанное. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах.